Всем привет! В сегодняшнем видео я буду делать себе маникюр и педикюр. Мне поступает достаточно много вопросов, запросов на ютюбе, в инстаграме, сними видео, как ты делаешь себе маникюр. У меня есть, не знаю, целый плейлист, по-моему, всех этих роликов. Пока ничего не изменилось с последнего ролика, насколько я помню. То есть все те же техники, все те же фрезы, ничего нового я не купила. Если я что-то меняю, как правило, у меня выходит ролик, и я там показываю какие-то новые прибамбасы. Пока ничего не поменялось, все фрезы те же самые, но до сих пор всем интересно, как же это происходит на самой себе. Маникюр я свой делаю за рабочим столом, как раз-таки, где у меня находится компьютер, где я могу смотреть спокойно все свои сериалы и фильмы. Здесь мне комфортно, здесь удобно, здесь большой стол. Я обязательно стерю какое-то старое полотенце или тряпку, или какую-то ткань, для того, чтобы не забрызгать все. У меня нет вытяжки, поэтому, когда я снимаю покрытие, особенно когда снимаю, очень много пыли летит. Для того, чтобы это не попадало на клавиатуру, на близлежащие какие-то поверхности, я это закрываю. Также я использую обязательно маску, потому что летит много пыли, и не надо, чтобы это все оседало у вас в груди. И также использую строительные, обычные защитные очки для того, чтобы защищать глаза. Да, у меня есть одни очки, но несмотря на это спокойно может попадать пыль, поэтому я вооружаюсь вот так, надеваю очки поверх очков. Очень удобно, ничего не мешает, ничего не слетает. Потом, когда снимаю, у меня оказывается все защитные очки в пыли, и мои очки тоже в пыли. Аппарат у меня Marathon Champion 3, ему уже больше пяти лет, служит неверой и правдой, с реверсом, с педалью, но я в домашних условиях педаль не использую, просто мне так удобнее. Щеточка, пилочка, кушер, набор фрез. Всем приятного просмотра. Ну что, я вооружена и опасна, вооружаюсь я керамической фрезой и начинаю убирать покрытие. Сижу я в халате, потому что дома очень холодно, смотрю сериал и наслаждаюсь моментом. Этой же фрезой я убираю длину. Пыли летит просто неимоверное количество, пытаюсь как-то это все стряхивать щеночкой, но не всегда получается, очень часто пыль закрывает вообще ногти, закрывает всю видимость. Субтитры сделал DimaTorzok Далее мне идет пилочка, подпиливаю форму, также прохожусь сверху по ногтевой пластине, для того, чтобы загладить какие-то шероховатости, неровности от предыдущей фрезы. Форму я предпочитаю мягкий квадрат. И последний подготовительный этап перед обработкой это отодвигание кутикулы пушером. Кутикула не сильно нарастает за это время, поэтому приходится приложить усилия. Первая фреза это корундовый цилиндр. Для маникюра, особенно у кого жесткая, большая, наросшая кутикула, просто идеальность. Отлично справляется с птеригием для ногтевой пластины и хорошо поднимает, раскрывает кутикулу. Продолжение следует... Если какие-то уголочки мне тяжело пройти этой фрезой, я их оставляю для прохождения более тонкой фрезы. Например, вот такой. Это поля с безопасным кончиком, она не острая, а закругленная, поэтому ею отлично прорабатывать под кутикулой, дочищать какие-то остатки птериги. И также она отлично справляется с боковушками и синусами. Ну и предпоследняя фреза это шар, именно ею я убираю кутикулу. Уже очень-очень-очень давно я не пользуюсь никакими режущими предметами. Прохожусь я ею в два этапа. Первый этап, как видите, я прохожусь по внутреннему краю, задираю кутикулу, превращаю ее в некую такую юбочку. И второй этап, уже она с легкостью отходит, когда я прохожусь непосредственно по срезу, и она у меня, как видите, легко отлетает. Пока вы сами не попробуете, никто вам не сможет нормально объяснить. Если вы хотите научиться убирать кутикулу шаром, берете шар, берете аппарат и убираете. Никакие мастер-классы, никакие видео-уроки вам не помогут. И последняя завершающая фреза, полировщик, огромный шар, очень мягкий, который придает безупречный блеск и помогает вашей кутикуле не бахромиться в течение следующих дней. Вот столько пыли налетает от маникюра. Затем я собираю фрезы в какую-то небольшую баночку или контейнер, заливаю любым дезраствором, разбавляю все остальное пространство водой и оставляю на 30 минут. В итоге вот такой чистый, как мне кажется, маникюр у меня получается. База у меня от P&B, камуфляжная, очень довольна этой базой, пользуюсь ею уже, наверное, около трех месяцев. В меру густая, в меру жидкая, самовыравнивающаяся, потрясающий натуральный цвет, с которым можно делать френч, а также очень удобно наносить на нее любые цветные покрытия, потому что они становятся в два-три раза насыщеннее, чем если вы используете прозрачную базу. Далее использую кофейный оттенок от Masura, с большим пальцем я всегда работаю отдельно. Я предпочитаю сделать его, потому что для меня это самый сложный ноготь, и далее работаю уже со всей рукой. И завершаю щиток без липкого слоя от Masura. Все то же самое делаю с другими ногтями. Сначала тоненьким слоем прохожусь по всей ногтевой пластине, затем беру каплю и распределяю ее равномерно по всему ногтю. Обязательно переворачиваю руку ладонью вверх, для того, чтобы лак сама выровнялся. Следующие три пальца я покрываю другим оттенком от Masura, он шиммерный, более асфальтово-коричневый оттенок, но очень похож по цветовой гамме с предыдущим. И мизинец покрываю таким же оттенком, как большой палец. Дальше топ с небольшим выравнивающим эффектом, с небольшой каплей, и маникюр готов. Не знаю, что бы я делала без выравнивающей базы, я очень люблю этот эффект натуральных укрепленных ногтей. Ну и теперь педикюр. Наверное, педикюр самый интересный момент в этом видео, потому что очень часто и очень много показывают маникюр, но редко показывают педикюр. Села я, как было возможно, в позу по-турецки, и крутила-вертела ногу для того, чтобы было удобно мне и вам. Той же фрезой спиливаю покрытие, благо это происходит быстрее, потому что здесь нет выравнивания, ну и ногти покороче. Опять же, вторым этапом у меня подпиливание ногтевой пластины и придание формы. Затем корундовым конусом экстра мягкого абразива я приподнимаю кутикулу. Кутикулы на ногах у меня очень-очень мало, в основном она на большом пальце, но я привыкла немножко проходить для того, чтобы убрать педики из-под кутикулы. Последняя завершающая фреза это шар. Ею тоже я убираю какие-то небольшие остатки кутикулы и немножечко шлифую. Для меня педикюр это скорее не о красоте, а о придании формы, потому что здесь нет такой нарастающей кутикулы, здесь нет такого птиги активного. Просто нужно отодвинуть немножко, раскрыть ногти, чтобы они были чуть-чуть побольше, потому что они у меня совсем такие маленькие, крохотулечки. Поэтому для меня педикюр это именно придание формы. Здесь я немного перестаралась, поэтому я обезжириваю и прохожусь хлоргексидином. Дальше та же самая база, но уже без выравнивания, просто тонким слоем. В лампу и ставлю на промежуточный этап буквально на 10-15 секунд, чтобы база не потекла. Выбрала для педикюра я насыщенный синий цвет. Особенностью моих ногтей является то, что ноготь очень сильно спрятан под кутикулу и под кожу, которая находится сверху. Поэтому мне приходится тонко хищу прорабатывать эту область, иначе, если этого не сделать, будет ощущение двухнедельного педикюра и лака от середины ногтя. Та длина, которую вы видите на большом пальце, это вообще огромный тотальный труд, на который у меня ушло более двух лет, потому что у меня была травма, и ноготь у меня не хотел расти. Он слоился, он отпадал, и поэтому я просто безумно счастлива, что смогла его довести до нормального состояния. В итоге у меня получился педикюр и маникюр. Я надеюсь, что это видео оказалось вам полезным и интересным. Поставьте палец вверх за два моих рабочих дня, за все мои старания и усилия, и напишите в комментариях, интересно ли вам вообще подобного рода ролики. Большое спасибо за внимание, увидимся в следующих видео, и всем пока!